Анастасия учится в гимназии Эврика. По словам школьницы, она задумывается о летней подработке, чтобы не просить деньги на карманные расходы у родителей. С паспортом она сможет официально устроиться на неполный рабочий день. Я очень рада, но Грометова это огромная ответственность, то есть я становлюсь старше и надо развиваться далее, чтобы не разочаровывать свою семью и Россию. В этом году в день Конституции Российской Федерации паспорта получили 12 анапчан. Перед торжественным моментом на путстве от почетных гостей. Это очень, считаю, необходимое мероприятие для воспитания наших детей. 14-летних уже люди при получении первого паспорта уже становятся полноценными гражданами нашей Российской Федерации и уже начинают мыслить совершенно по-другому. Вручение именно паспорта, самого важного и основного документа человека, это должно быть торжественно. В любом случае человек должен понимать, что этот документ на всю жизнь, что он является гражданином своей страны, гражданином Российской Федерации. И этому мероприятию нужно, конечно же, придать торжественность. Торжественное вручение паспортов проходит каждый месяц. Мероприятие, как правило, приурочено к государственным праздникам. В этом году свой первый документ гражданина России получили более двух тысяч анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион.